В прошлом году городская дума Читы приняла положение о смене аукциона на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на конкурс. Но проблема в том, что заявка нового образца сложна в оформлении и требует большого количества времени, которого у большинства непосвященных предпринимателей не было. В итоге 90% всех конкурсных лотов поделили между собой Степан Викулов, Александр Конопосевич и Олег Васильев. К тому же после захвата рынка наружной рекламы повсеместно стали происходить нарушения в установке и эксплуатации рекламных щитов. В частности, сегодня вопросы вызывает рекламная конструкция на Шилова-99. На схеме она с одной стороны дороги, а по факту совершенно в другом месте. Проверки комитета градостроительства города результатов не дают. Схематично изображен прямоугольник. То есть, получается, может и стоим, но соответствует со всеми ГОСТами и со всеми нормативными документами. То есть, соответственно, владелец рекламной конструкции разместил ее вот в данное место. Видимо, утвержденная комитетом схема расположения конструкции на то и схема, что может допускать неточности. Однако, почему-то во внимание не принимается то, что в выбранном самолично владельцам месте могут проходить подземные кабели, теплотрасса или линия электропередач. К тому же щит стоит слишком близко к зданиям. По этому поводу в комитете работают. Долго, неэффективно, но все же. По 7 метрам есть положение благоустройства распространения наружной рекламы. Край рекламной конструкции не должен быть ближе 7 метров до здания. Что они по этому поводу работают и будут добиваться демонтажа этих рекламных конструкций. Нарушения многочисленные и абсолютно разные. Даже указать маркировку с названием компании и номером телефона на счетах монополисты не удосуживаются. А там, где она все-таки есть, конструкция стоит в неположенном месте. Речь идет о щите на улице Каханского, которая принадлежит ООО «Сфера» Олега Васильева. Она действительно сейчас подтвердил из городской администрации сотрудник, что она фактически стоит не в пределах. Ее должны хотя бы перенести. Это с учетом того, что оказывается конструкции, неважно в схеме на какой стороне дороги, на той или другой, они оказывается могут прыгать. Рекламные конструкции, как выяснилось, могут перемещаться настолько беспорядочно, что всплывают там, где их просто не заметят. В ответе администрации на обращение предпринимателя указано, что на улице Красной Звезды конструкция стоит законно и имеет свой номер. При личном посещении места оказывается, что совсем наоборот. На схеме пустое пространство, а по факту активно эксплуатирующийся щит. Вот получается, здесь Красной Звезды мне дали ответ, что это конструкция номер 34. На самом деле, получается, и сейчас представитель городской администрации убедился, что 34-я, вот если мы смотрим, вот она где, вот два заезда, а здесь вот ничего нет. Соответственно, и он согласился, что это непонятно, с ней нужно разбираться. По ней еще никаких мер не принималось, то есть, соответственно, после обращения будут начать работать. Не сразу, но мы направляем, получается, в УВД запрос и сразу с просьбой принять меры по стадии 1437 к владельцу, если установят владельца. В случае неустановления демонтаж случается за счет бюджета городского круга. В итоге, незаконные конструкции стоят на улице Магистральной, Каханского, Красной Звезды 9 и 33, Энтузиастов 76 и еще во многих адресах. Согласно статье 19 Федерального закона о рекламе, после направленного владельцу предписания о нарушении, реклама со счета должна исчезнуть через три дня, а сама конструкция в течение 30 дней. Будут ли самовольно установленные конструкции и дальше приносить незаконную прибыль своим владельцам и предпримет ли хоть что-то городская администрация, можно будет увидеть через месяц.